Перед отъездом в столицу Кубани остаются считанные часы. За это время Александр Гуек с сыном наводит последний лос на форме и в огороде. В станице Раевской под Новороссийском живет целая династия казаков. История начинается с деда Александра Ивановича. После репрессии он отправился на войну, где был тяжело ранен и потерял ногу. Сейчас его потомки собираются на парад, чтобы почтить его память. Форма должна идеально сидеть, а оружие блестеть. В параду с удовольствием готовимся. Мне даже внучка говорит, дед, я тоже хочу поехать. Ну, так как я иду в коробке, дочка работает, жена с другой внучкой. Ну, как бы, не с кем ее бы. Я бы взял бы и с удовольствием. Но это очень нравится. Поедет с ним сын, тоже Александр. Он работает наставником казачат в местной школе. Сейчас они проводят последнюю репетицию. На параде им предстоит пройти по центральной площади Краснодара и представить свой класс во всей красе. На торжественный марш в этом году приехали больше 10 тысяч казаков со всей Кубани. Александр Гоек-старший еле справляется с волнением, хоть и приезжает на парад уже в девятый раз. Первый парад, это вообще для меня очень было торжественно и радостно, когда я попал сюда. Я не думал, что здесь так поднимается и настроение. И сегодня так же, все одинаково. Так же народ, все те же люди, другие новые друзья. Среди собравшихся как взрослые казаки, так и совсем юные, это воспитанники кадетского корпуса имени Атамана Бабыча. Данные события, они, во-первых, объединяют всю молодежь, объединяют казачество и это дает потенциал будущим поколениям. Атаману кубанского казачьего войска Николаю Далуди доложили о готовности расчетов. После построения прозвучали молитвы о тех, кто погиб и был расстрелян в годы репрессии на Кубани. Каждый из участников знает, какую боль пришлось пережить казакам в 20-х и 30-х годах прошлого века, когда большевики обвинили их в преданности царской России. С войском вели беспощадную борьбу, поголовно истребляли. Декрет о расказачивании прервал их историю на 70 лет. И только 27 лет назад кубанское казачество получило право на свою новую историю. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Рани вас Господь! Молебен провел митрополит кубанский Екатеринодарский Исидор вместе с духовенством. После благословения колонны казаков, оттачивая каждый шаг, прошли по улице Красной. Почетный караул вынес регалии на Театральную площадь. Их с трудом удалось вернуть из-за границы в 2011 году. После 30 залпов салютной группы прошел взвод барабанщиков. Чеканя шаг маршировали расчеты отделов кубанского войска, конная и пешая группа. Парадные расчеты поприветствовал глава Краснодарского края Вениамин Кондратев. Он подчеркнул, что кубанские казаки первыми в стране поступили на государственную службу и получили земли. Наша войска стала фундаментом возрождения казачества по всей стране. День реабилитации кубанского казачества – это новая точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей. День, который разделил жизнь на до и после. 27 лет назад казаки-кубани получили право на продолжение казачьей истории, получили право на продолжение своей истории, получили право на возрождение казачьих традиций, сохранение культуры, уклада жизни. Старики всегда говорили – стой за правду горою, тогда и люди за тобою. Помните об этом казаки. Как бы кому не хотелось подорвать мир и спокойствие в нашей стране, какие бы истории ни придумывались и новые санкции ни изобретались, правда была, есть и будет на нашей стороне. За свою историю казачество пережило разные времена – от триумфа до забвения. А сегодня вы снова стоите на главной площади Кубани. Храните и защищайте нашу Кубань. Слава России, слава Кубани, слава кубанскому казачьему войску. Благодаря поддержке краевых властей Кубань первая приняла Всероссийский форум реестровых казачьих войск страны. Это событие уже вошло в новейшую историю России. А в феврале этого года на Совете при президенте по делам казачества было принято решение о том, что все казаки страны объединятся во Всероссийское реестровое казачье войско. Наши атаманы выступили с проектом нового закона о развитии российского казачества на федеральном уровне. Документ позволит четко определить их права и обязанности. В наши дни отношение к казачеству в корне изменилось. Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки – это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона. Расширить наши возможности позволит и новый закон о развитии российского казачества. Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания нашего российского народа. И никто нас не собьет с намеченного пути. Сейчас во всех школах Кубани есть казачьи классы, а союз казачьей молодежи, который начал работу в прошлом году, объединил 85 тысяч детей. Мудрые наставники рассказывают детям про культуру и быт предков, передают традиции и историю великих побед казаков. Сегодня эти малыши – самые важные участники парада. Они как пример для подражания молодым зрителям, которые только готовятся вступить в ряды казачат. Пришла сюда вот из-за своего племянника. В этом году мы идем в первый класс, класс казачий. Я думаю, это очень полезно и нужно. Мне очень понравилось. Надеюсь, что и моему племяннику понравилось тоже. Вот так торжественно казаки отмечают годовщину принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Сегодня они прибыли в самое сердце Кубани на театральную площадь Краснодара для того, чтобы показать всю мощь военной подготовки и красоту формы. Совсем скоро они отправятся в родные районы и села на службу. Сегодня казакам доверили охрану государственных границ и важных социальных объектов. Они снова занимаются своими историческими делами, работой на земле и охраной правопорядка. Инна Чайко, Артем Лычко, Денис Перец и Александр Прыксин. Кубань, 24. Краснодар, Новороссийск.